Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И обсуждаем мы сегодня тему и простую, и непростую одновременно. Я даже не знаю, как описать ее, можно сказать, своими словами. Мы поговорим о коррупции и обо всем, что с этим связано, естественно, под призмой закона, естественно, законодательной точки зрения. Итак, коррупция, антикоррупционные механизмы и все, что сопровождает с точки зрения закона именно эту тематику. У меня в студии Кира Карума, руководитель судебно-арбитражной практики и партнер юридической группы. Яковлев и партнеры. И Руслан Коблев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры». Доброе утро. Доброе утро. Нашим слушателям я сразу скажу, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 65 10 99 6, код Москва 495. Можно позвонить, задать вопрос, либо скорее, я думаю, по данной теме поделиться мнением или какой-либо историей. Все то же самое можно сделать в письменной форме на сайте финам.фм на страничке программы «Формула права». Итак, коррупция, антикоррупционные механизмы. И сразу к экспертам вопрос. Почему мы говорим об этом сегодня? Не вчера, а не позавчера. Мне кажется, уже давно пора об этом говорить. И все говорят, более того, это такая популярная тема. Что у нас с законодательной точки зрения происходит именно в этой области? Ну, я думаю, что я начну с самого актуального для нас, для нас, для россиян, надеюсь. Это очевидно, что закон о борьбе с коррупцией, он давно уже принят и давно не исполняется. Так, начнем с этого. Хорошее начало. Да, он, на мой взгляд, весьма беззубый был и уже после своего принятия, а сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект, который делает его совершенно беззубым. Ну, я думаю, что мы до этого дойдем попозже. Самая главная актуальность. Настолько часто с разных трибун мы говорим о коррупции и так долго обсуждаем, и вся общественность уже подключилась к этому обсуждению. Законодатель обсуждает, члены правительства, глава страны. Но, на мой взгляд, существует отчетливый какой-то дисбаланс между заявлениями и реалиями. Не хотел бы я сразу переходить вот к статье злополучной 20-й конвенции ООН против коррупции и отказом России в ее ратификации. Ну, давайте по порядку. Значит, закон о борьбе с коррупцией существует в Российской Федерации уже, по-моему, лет пять. Пять лет, да. Значит, за пять лет завоеванием борьбе с коррупцией является, ну, весьма условная обязанность государственных чиновников декларировать свои доходы, сейчас уже и расходы, подавать декларации. Но все это настолько в законе прописано аморфно, неконкретно и не имеет никаких санкций, что фактически сам закон позволяет и говорит чиновнику, не исполняй его, никаких санкций, нарушений не будет. И общественность видит, что так или в любой момент, когда у чиновника находят или объект крупной недвижимости за границей, даже если в России находят и понимают, всем понятно, что... Да, но самое главное, что в декларацию эта недвижимость не попала, это имущество не попало. Дальше, ну, скандал затихает и санкций никаких. Поэтому вот актуальность на сегодня для обычного россиянина, она понятна. Все говорят о коррупции, но как-то борьба с коррупцией сводится к арестной... На сайте выложить сведения о доходах? Ну вот как, вроде выложили, за всеми следит, большой опыт, больше ничего? Да, да. Или по телевизору раз в месяц показать арест какого-нибудь средней руки чиновника за какую-нибудь совершенно небольшую сумму коррупционную, так скажем. То есть я хотел, чтобы радиослушатели и мы в своей беседе сразу понимали, что существует и ранее существовала уголовная ответственность за коррупцию. Взятка. По латыни подкуп, да, дословно по латыни подкуп. А мы сейчас хотели бы поговорить, понятно с этим, уголовный кодекс запрещает давать взятки и получать взятки. Но закон о борьбе с коррупцией говорит еще о тех разумных ограничениях, которые должны и санкциях, которые должны вводиться на коррупционных должностях, в отношении коррупционных должностей. То есть чиновников, депутатов Государственной Думы различного уровня. Вот я предлагаю на эту тему разговор построить о том, что да, ответственность уголовная есть. Понятно, что по телевизору нужно показывать и клеймить тех чиновников, которых изобличили, осудили. Но помимо этого нужно говорить о том, что сам закон не несет никаких санкций разумных, жестких санкций в отношении чиновника. И это такой явный дисбаланс по отношению к развитым странам, капиталистическим странам. На самом деле, сейчас буквально одну секундочку, Кира, у меня к вам и к Руслану и Кире вопрос-то будет заключаться в том, а вот сейчас обсуждаются изменения, есть ли там какие-то улучшения. Мы говорим о том, что несколько лет существует этот закон и имеет, по сути, признаки некой формальности. Это первый момент. А второй уже, может быть, как раз обсудить, какие на эту тему есть наработки в других странах, чтобы понимать, как они борются. Ведь это, в общем-то, люди, они все плюс-минус одинаковые, хотя понятно, что есть такое понятие, как правосознание, в том числе в каждой стране и не стране, но это уже тема для отдельного разговора. Тем не менее, Кира, я вас почти перебила. Ну, спасибо за предоставленную возможность. Вы знаете, вопрос, мне кажется, не должен рассматриваться очень узко. То есть, да, действительно, еще когда-то в свое время Петр I ввел указ о запрещении лицам, состоящим на службе, брать посулы и подряды в 1714 году. И, в принципе, механизм воздействия на таких лиц изначально строился именно по пути ужесточения наказания. Но мы должны понимать, что у нас есть не только берущие, у нас есть и дающие. У нас, в принципе, есть общество, которое формирует такой уклад жизни, когда есть берущие, есть дающие. И каждый преследует свою какую-то цель, каждый имеет свой коммерческий интерес. И проблема, на самом деле, глубоко. И наказывать только дающего, и наказывать только берущего, на мой взгляд, это, по сути, только полумера. Более того, как правильно я соглашусь с коллегой, что и наказание у нас, по сути, еще достаточно в такой неразвитой форме. То есть, у нас, по сути, ну, допустим, предусмотрена ответственность за то, что чиновник не предоставляет информацию о своих доходах. Теперь у нас появилась возможность узнать расходы. Но что грозит такому чиновнику? Только потеря места. В принципе, как мы понимаем, совершив пару, тройку, а может быть, даже одну хорошую сделку, может быть, ему и не нужно это место работы, и, может быть, он уже, собственно, достиг тех результатов, к которым он стремился. Поэтому, само по себе, то, что сейчас предусмотрено, возможность, предположим, утратить должность или не избраться на эту должность, Ну, мы понимаем, что сейчас в государственные органы приходят люди, во-первых, из бизнеса, которые уже имеют определенные активы. И не секрет, что зачастую все возможности, которые они, доступ к тем возможностям, которые они получают на государственной службе, позволяют им расширить, собственно, все свои активы и потом благополучно покинуть этот орган, уведя все свои активы. То есть идея работы не в том, чтобы выполнить свои задачи как государственного служащего, а, по сути, решить свои, перепрыгнуть в какую-то очередную планку? Ну, определенный процент, безусловно, чиновников такой есть. И я, наверное, замечу, что достаточно большой. Сама статистика по себе говорит о том, что если смотреть статистику, сколько лиц было осуждено, то в большей степени было осуждено именно за коррупционные преступления именно лиц, занимающих государственную должность. То есть не врачи, которые тоже, естественно, участвуют в коррупционной деятельности, не педагоги, не начальники управляющих компаний, то есть не тот уровень лиц, от которых что-то зависит в этой жизни, к кому приходят граждане, даже не гаишники, ГИБДД, органы ГИБДД, А в общем, у государственной руководителя. Логика. Таким образом, что если есть проблема, которую нельзя решить просто прямым путем по закону как-то, мы не думаем о том, что нужно как-то что-то другое сделать, мы думаем о том, о чем мы думаем, как решить эту проблему, просто другим способом. Если нам нужно что-то ускорить, мы, опять же, думаем о том, как это сделать. И я по своей работе, например, знаю, что ко мне тоже люди приходят очень часто с конкретным, извиняюсь, вопросом. Их тоже интересует, как добиться какого-то своего результата. И, в общем, их, наверное, некоторых из таких людей мало волнуют. А знаю ли я закон? Как говорят про адвокатов, есть адвокаты, которые знают закон, есть адвокаты, которые знают судью. К сожалению, мы вынуждены об этом говорить, но вопросы эти задаются, мы никуда от этого не денемся. Две минуты буквально слушаем новости, после этого возвращаемся в прямой эфир. Итак, мы обсуждаем сегодня тему борьбы с коррупцией. Я напомню, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос мне или экспертам, которые также в студии находятся, или поделиться мнением, или рассказать историю и ситуацию. Ну, а у меня в студии, я напомню, Кира Карума, руководитель судебной арбитражной практики и партнер юридической компании «Яковлев и партнеры», и Руслан Коблев, адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры». А вопрос у меня к экспертам будет следующий. Вот мы обсуждаем сейчас беззубость того закона, который, в принципе, уже существует. Да, у нас в стране не один год. Согласно этому закону, что вообще запрещено чиновнику? Ну, так вот, кратенько. Что вообще, в принципе, нельзя? Ну, и мы уже уяснили, что наказание максимум у нас по этому закону – это увольнение или отсутствие возможности избраться на эту должность, если она выбранная. Что сегодня запрещено? Ну, совершенно правильно вы сказали, что вот чуть больше пяти лет назад был принят федеральный закон о противодействии коррупции. И этот закон носит совершенно декларативный, по моему глубокому убеждению, характер. А там просто описаны абстрактные базовые принципы декларации и декларируется, что Россия борется с коррупцией. Значит, среди запретов в отношении чиновников иметь счета в банках заграничных, хранить там деньги, ценности в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми документами. Ну, и ограничения на занятия предпринимательской деятельностью. То есть, среди обязанностей, на мой взгляд, самых таких страшных для чиновника, это обязанность декларировать имущество, то есть свое имущество, доходы, расходы и членов своих семей. Ну, я думаю, что даже не юристы заметили всплеск последний, например, год отчетливо, расторжение браков среди различных... Может, это лунный календарь там плохо на семьи влияет. Значит, ну, к примеру, если вдруг чиновник разводится с женой и по брачному договору имущество переходит к ней, то, естественно, обязанность, которая декларируется этим законом, она в этом плане не распространяется в дальнейшем на этого чиновника. Ну, тут что говорить? Не существует механизма, который будет проверять. Действительно ли они перестали жить вместе? Да, совершенно верно. Есть ли у них семья или нет? Да. Значит, вдруг все имущество или чрезмерно богатым становится внезапно несовершеннолетний сын, дочь, пожалуйста. Имущество достаточно переоформить на родителей, на уже неблизких родственников, на двоюродного брата. Просто на доверенных людей. Это вопрос рисков, но тем не менее. И самое главное, вы поймите, во всем мире эти проблемы существуют, но там существуют жесточайшие санкции за обман государства, за обход закона. Здесь в законе не только нету санкций жестких, кроме, как вы правильно сказали, таких дисциплинарных, ну, уволят сотрудника. Или, например, это все дано на откуп той организации, в которой он работает. Например, Государственная Дума может вообще не усмотреть здесь нарушение закона. И никто, ну, законом ничего не предусмотрено. И вот в тех случаях, которых при обходе этих законодательных принципов, которые я указал, ну, там вообще никто не имеет права проводить расследование. То есть закон не предусматривает никаких не только санкций, но и расследований. Давайте сделаем, как бы, некоторые резюме, которые заключаются в следующем. С одной стороны, есть определенные декларативные ограничения, которые действуют и на сегодняшний день. С другой стороны, есть обязанность декларировать свои доходы, доходы, а сейчас уже и расходы самих чиновников и членов их семей, естественно. В третьем, у нас нету никакой особой ответственности, если вдруг кто-то что-то забыл задекларировать, либо по иной причине этого не сделал. В связи с этим, по сути, получается, что мы просто написали некое обращение к чиновникам, господа, пожалуйста, сделайте вот то, а не другое. Кира, я вижу, что вы хотите что-то сказать. Слушаю вас. Я бы обратила внимание еще на следующее нововведение законодателя. У нас в Гражданский кодекс, статью 235, внесено изменение, которое предусматривает обращение по решению суда в доход Российской Федерации, имущество в отношении которого не представлено в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, доказательстве его приобретения на законные доходы. Сама статья по себе говорит о прекращении права собственности, основании прекращения права собственности. В самой статье существуют такие нормы, как реквизиция и конфискация, но мы понимаем, что за коррупционные правонарушения и преступления у нас сейчас конфискация не предусмотрена. В отличие от опыта других зарубежных стран, о которых я скажу позже. Но вот это тоже нововведение. То есть получается у нас как будто законодатель говорит о том, что да, у нас в гражданском порядке, в гражданском суде по иску прокурора будет рассматриваться дело и нужно будет еще доказать о том, что вот действительно не представлены доказательства, подтверждающие законность приобретения этого имущества и существует потенциально возможность изъятия этого имущества. Но по сути мы понимаем, что опять же это некая декларация того, что по сути это только декларация того, что есть право подать иск в суд. Будет ли он выигран и какой будет результат, мы не знаем. Вы знаете, что вспоминаю в свое время, я честно говоря сейчас даже не помню какой год, когда не касательно чиновников, все хотели обязать декларировать свои расходы на какие-то крупные предметы, либо предметы роскоши и так далее. И помню, что это очень бурно обсуждалось, потом все это уехало у нас на более дальний непрегнозируемый. Короче, перестали мы пока сейчас задумываться вообще над этим вопросом. Тем не менее, когда обсуждалось более бурно, ведь русский человек это априори человек, который может вывернуться. И в общем, человек, который имеет не, на мой взгляд, сейчас субъективное мнение говорю, неконсервативный ум, как правило, в массе своей. И соответственно обсуждалось, начиная от простых вещей, взял когда-то в долг или заработал за последние 20 лет, посчитайте, сколько это было, вкладывал в доллары, держал под подушку, тут они выросли, я смог приобрести дом на Гавайях и так далее. То есть вот определенных таких хитростей, которые можно подогнать под конкретную же ситуацию, будь то чиновник или по тем временам тогда мы обсуждали всех людей, которые могли теоретически попасть в ситуацию обязанности раскрыть источник доходов. Тем не менее, это и по такому делу предположим, что прокурор решил обратиться с таким иском, предположим, о прекращении права собственности чиновника на некое имущество, которое он вроде бы не доказал. Он придет в суд и докажет. Потому что выяснится, что 4-5-6-7 лет назад ему... Конечно, я имею ввиду. Я сейчас не помню на память, может, кстати, коллеги подскажутся по даче взятки, какой срок давности привлечения к уголовной ответственности. Можно же прийти и сказать, что я 20 лет назад взял взятку. Даже так и наказать уже нельзя. Условно говоря. Это имущество... Вообще тут речь может идти об имуществе, которое находится здесь и сейчас. Ну, может быть, недвижимое имущество. А ведь крупные капиталы, на самом деле, они ведь не здесь. И они закрыты системами там офшорными. И не только фонды, трасты. И все имущество, как правило, выводится совершенно... Все сделки совершаются, коррупционные сделки совершаются за рубежом. Все имущество выводится в траст, который управляется другим трастом. И, по сути, найти конечного бенефициара. Тем не менее, хотя там обязались сейчас это раскрывать, тем не менее, ну, практически есть механизм для того, чтобы эту информацию скрыть. Тут, по сути, ведь, если обращаться к зарубежному опыту, идет некое на государственном и на общественном уровне воспитание, хотите, можно сказать, это, или создание вообще коллективного некого бессознательного отношения к тому, что коррупция — это плохо. И речь идет не только об ужесточении наказания, а именно о формировании культуры, корпоративной культуры. И в США, естественно, все уже знают, существует закон PCPA, который, собственно, предусматривает все коррупционные расследования, которые предусматривают ответственность как для сотрудников, так и для компаний. И есть уже ряд прецедентных дел, где компании согласились заплатить штрафы с тем, чтобы прекратить уголовное преследование. Это и Хьюлит Паккард, это… — Мерседес, насколько я помню. — Да, Даймлер, концерн Даймлер. — Там Россия тоже фигурировала, по-моему. — Да. Ну и известное дело у нас в России — это Икея. Что касается примера других стран, в том же США предусмотрена конфискация всего имущества не только у собственного лица, который подвергнут был наказанию за коррупционную деятельность, но и у членов его семьи. Такие же примеры есть в Италии. В Сингапуре мы знаем, что тоже достаточно жесткое наказание, но там подходили по-разному. Как, собственно, и ужесточали наказание, так и создавали условия для того, чтобы коррупции не было. А это что? Это как в европейских странах, как в Финляндии, например, где, в общем-то, коррупции практически нет. Это создание нормального, гармоничного общества тогда, когда каждый имеет какие-то определенные социальные гарантии в обществе. То есть там, ну, если человек, мы понимаем, человеку на самом деле, может быть, да, для какого существа не очень много нужно. Вот. И когда он понимает, что у него есть стабильность вокруг, и когда вокруг этой стабильности ничто не угрожает его спокойному существованию, спокойному существованию его семьи, то, может быть, риск будет неоправдан в этом случае. Но это действительно формирование культуры коллективного, бессознательного. Ну, здесь первое, о чем надо говорить, наверное, о зарплатах. Они бывают такие нищенские у должностей государственных, что сложно обсуждать вопрос коррупции. Две минуты возвращаемся в прямой эфир. Итак, мы обсуждаем сегодня тему борьба с коррупцией. Я напомню, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Можно также написать вопрос, высказать свое мнение в письменной форме на сайте финам.фм, на страничке программы «Формула права». Но у меня в студии находятся Руслан Коблев, адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев» и «Партнеры», и Кира Карума, руководитель судебно-арбитражной практики и партнер юридической группы «Яковлев и партнеры». Мы обсуждали вопрос о том, как же это реализовано в других странах. Мне хотелось бы немножко на этом сделать некий акцент. Но у нас есть, насколько я знаю, звоночек. Андрей, слушаем вас. Алло, слушаем, Андрей. Добрый день. День, добрый. У меня вопрос к экспертам. Мы обсуждаем сейчас коррупционное законодательство, да? Но ведь существенная часть борьбы с коррупцией это налоговое законодательство. Собственно говоря, если человек, как этот чиновник, не может объяснить, откуда у него имущество, то у него должна возникать какая-то налоговая ответственность еще. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, безусловно, безусловно. Мы как раз вот сейчас об этом хотел я сказать, о том, что мы только что, вы правильно, Анастасия, правильно заметили, о том, что была попытка в российской истории, уже постсоветской, определить так называемый налоговый ноль. То есть, если я не ошибаюсь, это было до принятия налогового кодекса. Примерно в 97-98 году правительство Российской Федерации хотело обязать российских граждан задекларировать свое имущество, определить все счета в уполномоченных банках, ценное имущество описать и сдать нотариусам. Какая-то немножечко утопическая идея на тот момент была, но она, по сути, правильная. Пока у нас не будет налогового ноля, то есть, этапа, с которого можно посчитать налоговую историю каждого гражданина, у нас не будет. Это один из столпов борьбы с коррупцией, безусловно. То есть, если мы скажем, что с 1 января 2014 года, следующего года, с какой-то конкретной даты считается, законодатель считает, что с этого момента история налогового, нельзя сказать, что я это заработал раньше. То есть, вот о чем идет речь. То, безусловно, любой гражданин, включая чиновника, сможет уклониться и, исходя из конституционного принципа, презумпции невиновности, он будет считаться невиновным. Нельзя доказать, что он не заработал это раньше. Ну, то, о чем мы, кстати, говорили, да, что есть всякие хитрости и уловки. Мы частично коснулись этого вопроса, где можно сказать, что я заработала за последние 20 лет, что мне дали в долг, вернули в долг 20 лет назад взятые деньги и так далее. То есть, масса всяких вещей, которые можно действительно... Да. Ну, в отношении чиновника это сейчас можно исходить из его декларации, которую он подавал там за 5 лет. То есть, ему он в первой декларации должен был указать все свое имущество. Но, естественно, это надо делать в отношении любого гражданина Российской Федерации. Рано или поздно все равно мы к этому вернемся. Но в первой декларации он должен был что-то указать. И мы сейчас уже целых две части программы обсуждали, что если он что-то забыл указать или не вспомнил о домике на Гавайях, то, в общем, ничего страшного. И на сегодняшний день, если он опять же забыл что-то указать, ну, максимум, что можно что сделать, его уволить. И то уже дисциплинарное взыскание по срокам вряд ли пройдет. Но это так уже даже шутка с долей шутки. Мы забываем еще вот такой момент. Вот чиновник, да, чиновник у нас коррупционер. Вот его улечили и направили иск в суд. У нас судья тоже, да, некий абстрактный чиновник. Но судья у нас тоже может быть коррупционером. И этот чиновник разве не может откупиться у этого судьи? А у прокурора разве он не может откупиться? Это чиновник, который придет в суд и забудет доказательства принести того, что у него имущество набыто преступным путем. К сожалению, вот здесь, да, определенная цепочка, в общем-то, да, наличие коррупции во всех сферах, как на уровне принятия законов, так на уровне реализации законов, так и на уровне обеспечения, исполнения законов и так, и на уровне применения уже законов на практике. К сожалению, проблема, я вижу проблему еще и в этом. Этот же чиновник, безусловно, а если мы возьмем этого абстрактного чиновника, который занимает, может быть, это не рядовой глава какой-то там администрации, который, может быть, там получил взятку там за что-то и судит его тот же самый районный суд. А если говорить о каком-то крупном коррупционном картеле, так скажем, да, то, безусловно, ведь покрывательство идет на самом высоком уровне, и вот об этом никто не говорит. Но здесь и подойти, наверное, я лично даже не знаю, с какой стороны можно к этому подойти. И здесь, наверное, опять же, тогда получается наличие или отсутствие государственной политической воли. Боремся ли мы с коррупцией на самом деле или говорим о коррупции, о борьбе с коррупцией? А что мы делаем? Вот смотрите, что касается политической воли. Ведь недавно я услышал в средствах массовой информации интервью главы правительства. Давайте мы определимся. Россия ратифицировала в 2006 году конвенцию ООН против коррупции. С одной оговоркой, внимание, Россия сказала, что на нее не распространяется статья 20-я конвенции. Вот об этом надо говорить каждый день. Скажите нашим слушателям, что это? О чем мы говорим? Значит, статья 20-я конвенции называется конкретно «Незаконное обогащение». Суть данной статьи заключается в том, что при условии соблюдения своей конституции, каждое государство, которое ратифицировало конвенцию, оно обязуется в уголовное законодательство внести такие изменения, которые предусматривают уголовную ответственность в отношении чиновника, который при внезапном обогащении не может указать источник этого обогащения. Вот то, что у нас сейчас в Гражданском кодексе появилось, но в уголовном пока еще нет, по сути. Так вот, ничего не мешает Российской Федерации. Вот это будет перелом реальный. Перелом. Во-первых, конкретные методы и способы расследования, они существуют, естественно, в уголовной оперативной разысканной деятельности. Но обязательная неотвратимость, науку криминологию никто не отменял, самые действенные методы в борьбе с преступностью это неотвратимость наказания. И нужно только передать способы борьбы. Вот каждый чиновник, вы понимаете, я думаю, вот возвращаясь к политической воле. Конечно, страх существует, будем так сказать, а можно скажем, у правительства, у законодателя, что тогда чиновники просто разбегутся. Но тогда будет отсев. Каждый, кто реально хочет занимать государственную должность, должен понимать. Он завтра не сможет объяснить, откуда у него новый Мерседес дача. А. Конфискация незамедлительная, штрафы там может законодатель предусмотреть конкретные, 100-200% и уголовная ответственность. Вот это реальный перелом. И ничего не мешает России ратифицировать эти оговорки, которые такие двусмысленные, понятно. И теперь возвращаясь к доводам главы правительства. Ну, у нас глава правительства, напомним, юрист, и он объяснил это так. Значит, насколько я помню, что Россия не может на себя взять обязательства, предусмотренные статьей 20-й конвенции ООН, поскольку в России существует конституционный принцип презумпции невиновности. Мы единственные, я думаю, в мире с этим принципом. Представляете, когда многие юристы слышат это из уст премьер-министра Российской Федерации, конечно, кроме улыбки это ничего не возникает. Например, я вам скажу так. Ничего не помешало тому же правительству Российской Федерации в ноябре прошлого года принять закон об ответственности семей террористов. Напоминаю, да, об имущественной. Ну, я не говорю о том, что терроризм менее опасен для России, хотя я лично убежден, что менее значительно на этом этапе коррупция опаснее для государства российского, нежели терроризм. Так вот, там можно говорить об отсутствии презумпции невиновности, а здесь нельзя. Я думаю, что это, конечно, понятно всем, что это такие уловки. Просто законодатель не хочет проявить волю принять закон и быстро внести в уголовный кодекс конкретные нормы ответственности, с конкретными наказаниями, штрафами и так далее. Вот все, вот на сегодняшний момент это показатель, что государство декларирует, но не хочет реально принимать никакие конкретные меры с борьбой. Ну, вот коллега правильно говорила, как в Соединенных Штатах, вы понимаете, значит, у нас всегда законодатель исходил из того, что санкция за дачу взятки была меньше, чем санкция за получение. Понятно, надо бороться с тем, кто получает, но как коллега правильно сказал, надо бороться и с тем, кто дает. Что сделали вот в странах англосаксонских в последние годы? Надо правильно говорить, что сам закон ФСПА в США и UK Bravery Act нанесли жесточайший удар по тем, кто давал. То есть по компаниям. Взятки в основном даются в интересах компаний, в интересах бизнеса. Так вот эти законодательные акты, которые были приняты в последние годы в Великобритании и в США, они просто чудовищные штрафы ввели в отношении тех, кто дает. То есть понятно, что существует законом уголовная ответственность конкретных людей, кто получает и кто дает. Но компания, в интересах которой дается взятка, несет колоссальные имущественные нагрузки. То есть штрафы. Ну, миллионы долларов. Вот примеры были приведены. Ну, многие из нас знают, что, например, если мы приходим к врачу в Российской Федерации, врач не просто так... У него на столе лежит ручка с названием препарата или фармацевтической компании. Он выписывает те или иные лекарства, именно вот эти. То есть или в Венгрии, или в Румынии. Джонсон и Джонсон пару лет назад было доказано, что они доплачивали врачам за то, что они рекомендовали их препараты. После расследования компания была привлечена к такой ответственности многомиллионной, что просто на сегодняшний момент вот даже новые юридические процедуры внедряются везде в западных компаниях. И сейчас это пришло в Россию. Мы все говорим о комплайнсе, но никто не понимает, откуда это родилось. Так вот этот комплайнс в основном родился из двух этих законодательных актов, которые просто посеяли просто жуткий страх у менеджеров крупных компаний просто думать о том, что в странах третьего мира можно давать для развития бизнеса взятки. Если раньше компания входила на российский рынок, на китайский рынок, как это не обидно звучит, на неразвитые рынки, национальному менеджеру просто выделялся какой-то бюджет на взятки. Это понятно, это такая общедоступная информация была. Сейчас в менеджменте этих компаний, по крайней мере англосаксонских, то есть американских, британских компаний, крупных компаний, генетический страх просто думать на эту тему. То есть если вдруг потом выяснится, что эта компания в странах третьего мира, в Китае, в России, в Бразилии, где угодно, дала взятку и местному чинову, подчеркиваю, местное преступление совершено, допустим, в России. За границей, на территории другого государства. Да, допустим, в России, но в интересах британской компании. Так Британия эту компанию растерзает просто, саму компанию. То есть там санкции весьма жуткие. Как они узнают об этом? Узнают. Вот я вам привел пример, пожалуйста. Для этого существуют специальные органы, которые... Так теперь смотрите, у них предусмотрено в законе, например, в UK Bravery Act предусмотрено соглашение о сотрудничестве. То есть институт доносительства работает очень четко. Приходит менеджер компании и говорит, я заявляю правительству Британии о том, что наша компания в Гватемале дала взятку. Все. Тут эту компанию привлекается, менеджмент привлекается к уголовной ответственности. Те, кто давал, может... Их не волнует при этом, как поступает Гватемала или Россия. С теми, кто давал и кто получал. Они проводят расследование и привлекают к ответственности. Так вот, это действенный механизм. И в... Я, если не ошибаюсь, вот буквально месяц назад такой же закон приняла Бразилия. Страна с катастрофическим уровнем коррупции. И в отношении бразильских и любых иностранных компаний действует такое же точное правило. И сейчас санкции доходят до процента выручки компаний. То есть это уже национальный орган по борьбе с коррупцией принимает решение о уровне этого штрафа. Так вот это реальные методы борьбы с коррупцией. А декларация общих базовых принципов, как у нас, это приведет нас никуда. Я могу добавить. Я, конечно, считаю и согласна с тем, что это большой прорыв вперед. Но обратите внимание, что это касается только крупного бизнеса и крупных компаний. Расскажите то же самое среднему и мелкому бизнесу в Российской Федерации. Или гражданам. Ну, бог с ними, с гражданами. Граждане, они живут на своем уровне. И степень там коррупции. То есть это школы, это врачи, это ГАИ, это управляющие компании. Хотя в общем количестве, конечно, процент большой. Но если мы говорим о малом и среднем бизнесе, то безусловно никакого влияния эти нововведения не имеют. Две минуты, выслушаем новости о Зрачеве. Итак, мы обсуждаем тему борьба с коррупцией. Мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 651099,6, код Москва 495. Также можно написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права». Ваше мнение или Ваш вопрос, или какую-либо историю. Но мы, напоминаю, втроем обсуждаем эту программу. На студии находится также Кира Карума, руководитель судебной и арбитражной практики и партнер юридической группы «Яковлев и партнеры», а также Руслан Коблев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры». Ну, собственно, коллеги, мы говорили о том, что делаются за границей, каков у них опыт в борьбе с коррупцией. Кстати, напомню нашим слушателям, что обсуждаем мы эту тему именно в связи с тем, что закон-то о борьбе с коррупцией существует достаточно давно, он достаточно декларативен, не содержит фактически никакой особой ответственности, кроме дисциплинарной. Ну и обсуждаются различного рода и вносятся в него изменения. Соответственно, мы обсуждаем их сегодня. Но говорим вот прямо сейчас о заурбежной практике. Что дополните? Ну, вот я хотел бы дополнить, что все-таки эти законы, которые были приняты, вот мы их назвали, это FCPA в США и UK Brave Act в Великобритании. Они, на мой взгляд, ну, просто переломили коррупцию в крупном бизнесе, подчеркиваю, в крупном бизнесе в этих странах в отношении самой идеи. То есть они настолько сделали страшным для компании просто мысль давать, что компании внутри себя даже не обсуждают эти вопросы. То есть если раньше, понятно, они могли понимать, что нельзя давать в цивилизованных странах, как они исходили из этого, но можно давать в Китае, в России, в других странах, в Монголии. Сейчас они просто генетический страх о чем? О том, что если вдруг, неважно, где они дали, то компания будет привлечена национальным законодательством к ответственности. И вот на одной из международных конференций в Лондоне, по-моему, в октябре, очень примечательной, там присутствовали сотрудники ФБР, Министерство юстиции США и один из заместителей генерального прокурора, если не ошибаюсь, бывший. Но я задал вопрос главный. Как они определяют, с чего начинать расследование, в отношении чего проводить расследование? На что ответ был такой? Любое заявление мы рассматриваем. Конечно, если вы придете к нам с сообщением о коррупции в размере 10 тысяч долларов, то мы не будем этим заниматься. Мы отправим это в ФБР, и ФБР привлечет к ответственности тех, кто давал взятку. Но если речь идет уже о более крупных суммах, вы понимаете, по российским меркам, по крупными суммами для американцев выйдут, наверное, вся коррупция. То есть, опять же, институт доносительства в определенном смысле? Помимо оперативной работы, да. Но это достаточно сложно в России. Все-таки у нас немножко другой менталитет. Он, может, со временем поменяется, но, тем не менее, как я воспринимаю сейчас, это не очень просто. Ну, смотрите, для начала они просто читают газету и видят, что в России привлечен к уголовной ответственности чиновник. Просто у нас никто не говорит о том, кто давал и в интересах кого давал. Но если они узнают, просто вот такой случай был в Китае. То есть, крупная компания западная давала взятку, чиновник был расстрелян. Их не волнует местный чиновник. Они прямо открыто об этом говорят. Но их волнует, чтобы их компании не давали взятки. Неважно, где они находятся. Эту информацию они берут. И раз это доказано, вплоть до того, что они могут обратиться в национальные правоохранительные органы, получить любую информацию. Сотрудничают китайцы? Пожалуйста. Сотрудничают россияне? Пожалуйста. Что давал сотрудник фирмы такой-то. Там не надо даже быть по смыслу закона. Не нужно быть даже сотрудником. В интересах компании дана взятка. Все. Достаточно этого для того, чтобы она понесла... Как компании не бегут из-под юрисдикции Англии? Компании не бегут. Потому что компании и акционеры быстро посчитали, что выгоднее не давать. Выгоднее не давать. Вот бразильский закон я в качестве примера привел. Нет аргументов, чем мы хуже Бразилии. 20% от общей выручки может составлять штраф от общей выручки в компании в этом году. Представьте себе, вплоть до банкротства можно доводить компании, поэтому они просто не хотят давать взятки. Им понимают, что выгоднее. Они будут решать. Они эти деньги потратят на юридические процедуры, на суд и будут добиваться своих интересов законным путем. Опять у нас все должно быть в комплексе. У нас при этом еще и суд должен принять такое решение, чтобы оно было законным, обоснованным, как это говорится у нас в законе. Но тут, к сожалению, иногда бывает декларативно. Почему я это говорю? Сейчас не обсуждаю, например, гражданские и арбитражные суды, несмотря на то, что, Кира, у вас специализация в этой области в том числе. Но, говоря об уголовном, мы сегодня затрагивали 20-ю статью конвенции и презумпцию невиновности. Вот для того, чтобы понять, как работают презумпции невиновности, достаточно день, два, три посидеть и послушать уголовные дела в районном суде. Даже не нужно как-то особо изыскания каких-то проводить. Ну, говорю субъективно, тем не менее, думаю, что коллеги, возможно, поддержат. Да. Или посмотреть статистику оправдательных приговоров. Оправдательных приговоров тоже достаточно. С этим понятно совершенно. Но тогда что? Ничего не делать. Вот те этапы борьбы с коррупцией, которые существенные, на мой взгляд, я назвал. Пожалуйста, надо определить законодательно ноль, определить, с какого момента человек не может ссылаться на старые заработки. Ну, это можно прописать все-таки в законе. И самое главное, все-таки без оговорок принять конвенцию. Внести уголовную ответственность в национальное законодательство, предусматривающее обогащение, незаконное обогащение. Все это очень четко. Ну, и вот сегодня у нас 26-е, 27-е. Шесть дней назад эпохальное решение. Вот мы обсуждаем коррупцию, и мы понимаем, у нас главный антикоррупционный орган, главное управление экономической безопасности и противодействие коррупции. Начальник этого управления был уволен указом президента шесть дней назад. Я считаю, что это очень показательно. То есть, по-моему, за эту неделю арестовано пять или шесть сотрудников, высокопоставленных сотрудников этого ведомства. Это говорит о том, что у нас те, кто должен бороться с коррупцией, также обвиняются. Да, они находятся под стражей. И все эти дела, которые нам общественности преподносили как борьба с коррупцией, конечно, специалисты, которые занимались этими делами, которые просто следили за этими делами, понятно было, что это все высосаны из пальца дела. Это мое мнение. Большинство из них, это никакая не борьба с коррупцией, это преподнесение общественности декларации. Да, о том, что существует борьба с коррупцией. Прежде всего, само МВД должно было выходить с этими законодательными инициативами ратификации статьи 20. Ну, неправильно говорить о ратификации, а, так сказать, внесение согласно этой статье в национальное законодательство изменений, в уголовный кодекс. Вместо этого они предлагают постоянно изменить уголовный процессиональный кодекс, который облегчает расследование и так далее. Ну, бла-бла-бла. А действенные меры никто не предлагает, ни одно из ведомств, законодатель не хочет этого делать. Кира, что считаете? Ну, во-первых, я хотела сказать, вы отметили, я занимаюсь арбитражной практикой, но я могу сказать, тенденция последних дел, мы рассматриваем арбитражные дела в арбитражных судах, которые, по сути, изначально построены на том, что коррупционные связи в правоохранительных органах позволяют возбуждать уголовные дела, и потом уже вот эти уголовные дела, они позволяют пересматривать арбитражные дела, да, это многочисленное количество таких дел сейчас, и, по сути, ты не понимаешь, ты находишься в арбитражном процессе или ты находишься в уголовном процессе, когда ты должен опровергать вот такого рода доказательства. Но все-таки, мне кажется, борьбу с коррупцией нужно начинать с того, как законодатель издает закон. Если у нас закон позволяет двусмысленное толкование, если у нас в законе непонятные механизмы его реализации, его понимание, если у нас даже санкции за наказание от одного до пяти, мы понимаем, что у лица, который этот закон издал, и всегда есть люфт, и поэтому нужно начинать с того, как мы пишем свои законы и для кого мы их пишем. Мне кажется, это самое главное. Ну а как написан закон тогда, возвращаясь, у нас буквально минутка осталась, к закону о борьбе с коррупцией? Вот как записан закон о коррупции, который не дает А ваши прогнозы? Мои прогнозы? Я считаю, что бороться с коррупцией нужно. Но опять мы будем декларировать следующие пять лет, у нас будет просто следующая фаза декларации. Нет, нет шансов. У законодателя, так называемого, аморфно, у правительства шансов нет. Надо вводить безусловную ответственность за незаконное обогащение. Надо вводить совершенно жесткие процедуры в отношении чиновников. Надо перенимать опыт заграничный и принимать национальное Вопрос-то в том, что это надо было гораздо раньше, чем сам этот закон выпустили. Возвращаясь к политической воле, я полагаю, что правитель, так сказать, он, некто, законодатель исходит из того, что тогда чиновники разбегутся и не хочет терять государственный аппарат, тот, который уже построен. Смотрите, у нас 30 секунд, я прям рискую, но тем не менее я вспомнила, так как близко к нашей с вами деятельности именно судьи, да, то есть у судей были совершенно нищенские зарплаты, тем не менее сейчас все-таки судьи достаточно зарабатывают, чтобы им, наверное, тоже было менее интересно все вот эти вот вопросы. Я могу сказать, большой заработок не позволяет все равно ему быть некоррупционным, если он уж этому подвержен. Сегодня этого ему достаточно, завтра ему этого мало. Сегодня он отдыхает в Сочи, завтра он хочет отдыхать в Куршавеле. Вот на этой ноте, к сожалению, наверное, но тем не менее мы прощаемся с нашими слушателями. Спасибо. Спасибо.